В студии Алексей Навальный или изделие из американской пробирки, как назвал меня генерал Золотов, которого, видимо, мы сегодня плотненько так обсудим, будет икаться нашему генералу Золотову. Обратите внимание, что происходит? Это вопрос, который мне чаще всего задавали. А вообще, что происходит? И это связано не только ведь с Золотовым и с каким-то совершенно безумным его обращением, а с целым рядом каких-то странных вещей, поэтому я сначала несколько слов хочу сказать о том, ну вообще, почему это происходит безумие? Обратите внимание, вот у меня есть такая, родилась у меня в голове такая концепция. Это ведь все началось очень четко. Непопулярное решение о повышении пенсионного возраста. Власть столкнулась с просто диким сопротивлением всех людей и с большим просто прессингом со стороны населения, что выразилось в том числе на проигрыше на выборах в некоторых регионах. Вообще, к падению рейтингов Единой России, пару еще слов об этом скажу. И вот под этим прессингом власть начала делать странные вещи. Вспомните, вот последовательность очень простая. Сначала Путин делает очень странное обращение по пенсионной реформе, вот там, где войдите в наше положение, какие-то странные вещи, он говорит. Потом Петров и Баширов. Сначала Путин говорит, мы сейчас покажем Петрова и Баширова, они не ГРУшники. Потом какое-то странное интервью. То есть вы это всего видели, а я это читал в газетах и просто вообще не понимал, что происходит. И до сих пор никто не принимает. Потом, естественно, их с какой-то фантастической легкостью их разоблачили. Не только их, но еще и половину наших каких-то агентов ГРУ по всей стране. Это грандиознейший провал российской разведки. Ну и вот череда самых-самых безумных заявлений, самых-самых невыигрышных шагов с точки зрения самой власти. Ну просто непонятно. Все спрашивают, зачем он это делает. И моя версия, поскольку я не верю в сложные комбинации, она такая, ну если применить там к бытовой жизни. У вас есть там дедушка, любимый дедушка. Вы его любите. Ну дедушка стареет, и он сначала странненький, а потом он совсем странненький. Он говорит какие-то странные вещи, заговаривается, и вы там между собой, по-прежнему любя, говорите, ну дедушка наш спятил. Но в этом нет ничего, то есть я не хочу обидеть пожилых людей, я когда-нибудь, все мы выживем из ума. И я, и вы, и все-все-все остальные. Когда-нибудь это случится. Ну и поэтому нужно очень хорошо понимать, что вот с ними случилось. Они 19 лет у власти. Ну рано или поздно как-то вот эта деградация приведет к тому, что мы уже совсем будем видеть. Ну вот сначала с этим, с вашим дедушкой. Вам кажется что-то странное. Потом какие-то странности вы обсуждаете. А потом всем становится понятно. Он выжил из ума. Так и не просто с Путиным самим, а с этим режимом. И не только, и не столько по причине там возраста. Эти все люди получают прекрасное медицинское обслуживание. Но власть, она деградирует сама по себе. Она коллективно выживает из ума. И вот сейчас, в конце 2018 года, мы окончательно видим, что они все выжили из ума. На почве того, что нет никакой конкуренции, нет никакого давления, нет никакой серьезной критики в больших средствах массовой информации. Тебе на выборах не нужно ни с кем конкурировать. Ты сам себе назначаешь кандидатов, ты окупаешься в деньгах. Посмотрите на того же самого Золотова. «Живу на даче Микояна, квартира там, квартира здесь, делаю, что хочу. Нашил себе на фуражку сколько угодно килограмм каких-то золотов. Хочешь быть генералом армии? Пожалуйста, генералом армии. Хочешь себе каких-то там медалей за что-то вручить? Наши себе сколько угодно, вручи сам себе медалей, сделай себя героем России. Хочешь поднять свой имидж? Ну, пожалуйста, ты можешь сделать вот такую пиар-акцию, которую сделал Золотов, но после того, как его видеообращение не оценили. Это же было просто совершенно дичайшая постановочная история с вот этим вот Гелендвагеном на Васильевском спуске. Да, вы видите это видео, как нам рассказали, что приехал человек, у него полная машина, там какой-то взрывчатки, он вызвал Золотова. Золотов моментально приехал, но ведь он настоящий мужик, как потом этот, в общем-то, террорист, неудавшийся, тоже сказал. Ну, я знал, что Золотов настоящий мужик, и настоящий мужик приехал, и они поговорили. И, естественно, это удивительным образом закончилось тем, что... Ну, не закончилось, продолжается, что вот этому супертеррористу, да, для обезвреживания которого должен был приехать Золотов, сейчас предъявляют обвинение по статье хулиганства. Не теракт, не угроза теракта. Даже если вы будете по телефону куда-то звонить и говорить, моя школа заминирована, вам предъявят обвинение по другой статье, не по хулиганству. А вот здесь, понимаете ли, такой вроде бы действительно угрожающий жест, настоящая взрывчатка, не настоящий, а муляж вроде бы взрывчатки, ну или что-то еще. Ну, типа хулиганства. Ну, то есть ты можешь, понятно, что это все было абсолютно придумано, я не сомневаюсь в этом ни на секунду, какими-то пиарщиками Золотова, но ты можешь сделать такую пиар-акцию, и буду по телевизору тебя показывать, А, понятно, что в этих условиях они деградируют и выживают из ума, и такие вещи происходят, как с этим обращением. У меня, да, меня спрашивали, несколько раз написали по e-mail, а как ты вообще узнал про это обращение? Сижу в камере, пью чай, да, ну там что делать, там все время сидишь и пьешь чай, или читаешь, или пьешь чай, а чаще всего читаешь и пьешь чай. Играет русское радио, где тоже бывают периодически новости, и, значит, останавливается радио, говорят, новость, генерал армии Золотов вызвал на дуэль Навального и обещал сделать из него отбивную. Я вот, знаете, как в кино с этим чайом так, что вообще происходит? Но потом, потом я, естественно, слышал это по новостям, я читал в газетах более-менее подробный вот этот вот текст дивный, я видел фотографии, смешные даже фото жабы, я знаю о потрясающем флешмобе, когда Золотова начали вызывать на поединки в других видах спорта, там, плавания и так далее. Ну и защитники говорили, приходили, говорили, это потрясающе. Я говорю, ну я примерно представляю, слышал по радио, они говорят, нет, ты не представляешь, это нужно смотреть. И я действительно, когда вышел, вышел в субботу, а в понедельник я это все посмотрел, и это прямо на самом деле круто, и я еще раз просто вот хочу подтвердить то, что сказал в ролике, я очень рад, что это случилось, потому что мне не нужно теперь так много времени тратить на то, чтобы объяснять людям, что это вот в Кремле сидят сумасшедшие. Везде же ездишь, на митингах говоришь одно и то же, пока во власти сидят эти чокнутые люди, ничего нам не светит. Ну и ты слышишь аргумент, ну Навальный, ну хватит, но они же не могут быть чокнутыми все, они все-таки там какие-то генералы, они сидят в дачах, на дачах, у них там спецсвязь, они могут войны начинать, они не могут быть прям чокнутыми, как ты говоришь. А теперь все убедились, они на самом деле сумасшедшие, выжившие из ума. То есть, конечно, безусловно, была какая-то рациональная причина, зачем он это сделал. И я тут согласен с теми, Собчак в первую очередь, это по радио я слышал, она же все-таки довольно близко его знает, да, много лет он охранял ее семью. Она говорит, что, ну, сто процентов этого не могло быть без согласования с Путиным. Я тоже считаю, что это было по согласованию с Путиным, и я видел очень смешной такой мем в интернете, да, когда вот-вот была вот эта фотография, которую сейчас вы видите на экране, вот с этой стороны, и подписано, что когда вот у твоего начальника нету, ника, нету аккаунта на Ютьюбе, и он просит, и он, типа, делает от своего аватара. И действительно, это скорее такая сублимация того, что чувствует Путин, и Золотов, это просто все говорит. Почему они сделали это все так нарочито, с наездом? Ну, потому что две причины. Причина номер один. Если ты хочешь прятать лист, прячь его на дереве. У них много медийных проблем. В первую очередь, вот эти грандиозные проблемы с пенсионной реформой, с повышением пенсионного возраста, с выборами и так далее. Нужно сделать какую-то такую сенсацию для того, чтобы просто переключить внимание. Золотов отдельно сам, естественно, заинтересован больше всех. В том, чтобы мы с вами не обсуждали, по какой цене он покупает картошку и капусту. Обсуждали что-то другое. Там какой-то бой. Он же будет, интересно, он будет на татами или на ринге. И какого цвета у кого будут трусы. Вот это важная штука. Они хотят просто переключить внимание. Они же это постоянно делают. Вот это главная медиа-стратегия Кремля. Они придумывают какую-то новость или какую-то сенсацию для того, чтобы не говорить на те темы, которые не нравятся. Естественно, коррупция в Росгвардии не на такого масштаба, что там не только золото в себе нагревает ручки, но и, я думаю, его всякие вышестоящие друзья. Медведев точно, скорее всего, и Путин, или какое-то огружение Путин, какие-то люди внутри системы. И они, конечно, хотят сместить акцент разговора. Для этого нужно что-то более сильное, более неожиданное, более безумное. Это причина номер один. А причина номер два, ну, хотят испугать, конечно, просто-напросто. Все же понимают, что такое Золотов, ближайший друг Рамзана Кадырова. И поэтому, я думаю, что там такая была идея, что давай, ну, как бы он не боится. Там не он, не этого ФБК, не вот эти люди, которые бегают по митингам. Там они как-то вроде не боятся системы, не боятся полиции, не боятся продажных судей. А давай ты вот прям выйдешь и, в общем-то, недвусмысленно намекнешь. Практически прямым текстом скажешь, убьем. Или там поймаем, и ноги переломаем, или еще что-то сделаем. Ну, все ведь знают роль Золотова, в том числе в деле Немцова. Вот сейчас вы увидите документ, да, который вы можете увидеть там в Фейсбуке Вадима Прохорова, адвоката, который представлял интересы Немцова. Это представление генерала Следственного комитета на имя Золотова, который прямо говорит, что ненадлежащее исполнение служебных обязанностей являлось причиной совершения и сокрытия преступления. То есть он Золотову это пишет. Ведь Немцова убили сотрудники внутренних войск, которые потом стали Росгвардией, которые, я в ролике об этом говорю, были при исполнении, у которых было табельное оружие, которых потом Росгвардия покрывала. Росгвардия из Золотов лично препятствовала расследованию этого преступления. Откуда, ну, если уж даже Следственный комитет представление был вынужден сделать на его имя. И я не знаю, я не могу знать, это следствие должно устанавливать, какую роль Золотов играл или не играл в организации этого убийства, но то, что он играл роль в сокрытии преступников, это факт. Он был главой ФСО, где все видеозаписи от Кремля? Один из главных вопросов. Почему эти люди, бойцы внутренних войск, два месяца где-то здесь катались в Москве? Какую они командировку такую выполняли? Почему их никто не искал? Ну, то есть, совершенно очевидно, что этот человек известен тем, что, ну, скажем так, отвечает или причастен к неким нужным Путину операциям, которые лежат далеко за пределами хотя бы видимости законности. И идея была такая, что вот ты сейчас вот типа так вот скажешь, и они испугаются, оставят тебя в покое и вообще будут вести себя потише. Этого у них не получилось и не получится никогда. Мы знаем все о том, кто эти люди и что они могут сделать, но так этот факт нас не пугает, заставляет еще больше, еще лучше работать, потому что единственное, вот что я к ним чувствую, презрение и возмущение от того, что они командуют моей страной, от того, что я должен им зарплату платить, как налогоплательщик. Поэтому вся эта клоунада, она, конечно, смешна, и мой ролик, он выдержан в таком, ну, как бы сатирическом, саркастическом ключе, но, тем не менее, вещь эта серьезная. Я действительно, вот время пошло, я требую от золота, вот он так много говорил с таким пафосом про честь офицера и все остальное, что, ну, вот, я не знаю, съедет он сатисфакция или не съедет. Я действительно требую этих дебатов. Я действительно требую этого разговора, я действительно на этих дебатах собираюсь, как там, что там, превратить его в отбивную в рамках разговора, потому что они должны ответить перед нами на какие-то вопросы. Ну, они должны ответить нам всем, как ты стал генералом армии и являешься одним из руководителей правоохранительного, блин, органа. Ну, Росгвардия, она сейчас правоохранительный орган. Они же постоянно требуют себе полномочий, оперативно-розыскных полномочий, чуть ли не следственных полномочий. Как? У тебя может неизвестно откуда взяться у твоей семьи недвижимость на 3,5 миллиарда рублей. И никто тебе не задает вопросов, кроме фонда борьбы с коррупцией. Ну, значит, мы зададим. Объясни, где ты взял эти деньги? Значит, я... Во-первых, обратите внимание, мы выложили выписки из реестра по каждому из этих 12 объектов недвижимости. И по ним вы увидите, что мы отвечаем за свои слова, и все эти объекты недвижимости принадлежат семье Золотова. Можете убедиться. Давайте, кстати говоря, 16-минутный ролик мы не будем смотреть, но чтобы напомнить вам, одна минутка, давайте посмотрим, которая касается в первую очередь недвижимости и дачи в Колчуге, которая меня лично задевает больше всего. Здесь, среди высоких деревьев и густого леса, мы видим уже вашу личную дачу. Может быть, с воздуха она не выглядит очень шикарной, но ее ценность вовсе не в стеклянной крыше или бассейне. На площади больше, чем в гектар, есть основной дом, дом для гостей и служебные помещения. И то, что вы видите, на протяжении всех лет существования СССР было чуть ли не главной дачей руководства страны. Там жили Микоян, Дзержинский, Ворошилов, Арженигидзе, нарком Микоян. Когда отец выведен, он не был уже членом политбюро, переселили на другую дачу. Тоже приличную, но другого класса уже, так сказать, другого поля. Генерал Золотов, я могу долго задавать вам вопросы о недвижимости вашей семьи. Квартира 180 метров в Геленджике, дом и большой участок земли на Валдае, 170-метровая квартира в элитном жилом комплексе на Якиманке. Это все тоже лично вам принадлежит. Всего недвижимости вашей семьи мы насчитали на 3,5 миллиарда рублей. Вот дача Микояна меня задевает больше всего. И как человека, который основал фонд борьбы с коррупцией, потому что это недвижимость, которую он не может объяснить. Ну и как гражданина России, как патриота России, как человека, который ценит историю России. Ну вот это в принципе неописуемое нечто. Давайте я немного об этом скажу. Значит, если вы сейчас, пока смотрите передачу, зайдите на Google Maps и забейте «Колчуга». Вы найдете прям такую местность на Рублевке. Это будет довольно близко от резиденции Путина в Нового Агарева. Там, по-моему, 500 или 600 метров. То есть это 500 или 600 метров, это очень близко. Непосредственно там находятся подразделения ФСО, которые занимаются личной персональной охраной Путина. И вот там есть так называемая Зубалова. Это Зубалова и есть комплекс зданий, которые в простонародье называют дачей Микояна. На самом деле это коллективная госдача, в которой жили сразу после революции, въехали люди, которые делали, собственно говоря, эту революцию. Что отдельно, ну такая интересная история. Вот этот сам Зубалов, это был такой промышленник до революции. И Сталин еще в Грузии на этих зубаловских заводах организовывал какие-то стачки. Потом случилась революция, естественно, их там выперли, они уехали куда-то там, в Париж, по-моему. А революционеры, и это был в том числе такой символический жест, они въехали в дом этого Зубалова, ну то есть вот восставший пролетариат получил дом своих угнетателей. Это вообще, этот дом, эту коллективную дачу первым обнаружил Дзержинский. Дзержинский туда заехал. Дальше Дзержинский, Ворошилов, все остальные они там жили. Дольше всех жил Микоян, но всегда это была коллективная дача. То есть уже даже в те годы, когда эти люди обладали просто там неописуемой властью, они все равно жили несколько семей вот в этом комплексе, там два главных дома. Есть много воспоминаний детей этих партийных бонс, в том числе детей Сталина, которые все детство фактически в этом Зубалова провели. Ну то есть это реально важнейшая часть истории страны. Это место, где жили руководители революции, там первые наркомы, где был Дзержинский, где происходили ужасные вещи, придумывались ужасные вещи в том числе. Это суперважная часть истории России. И советский режим даже на этапе своей такой, ну когда уже, скажем, такая была деградация, там 70-е, 80-е годы, он всегда все равно считал, что это государственная дача, ее нельзя отдать никому. Ну как можно отдать? Даже Микоян, вы слышали сейчас воспоминание его сына? Это же был легендарный от Ильича до Ильича без инсульта и паралича, одна из самых таких известных советских присказок об Анастасии Микояне, который так долго там сидел. И он был весь из себя заслуженный и вообще почетный-препочетный, но невозможно же было представить ситуацию, при которой он уже ушел с руководящего поста и остался на этой даче. То есть ему не разрешили там даже просто пожить до смерти. Не было такой ситуации, что, знаете, там собиралось Политбюро и говорят, ну как-то вроде Микояна мы сняли, ну что там деда выгонять с дачи? Ну пусть живет, пока не умрет, а потом пусть его семья поживет. Ну нет, как-то невозможно было так сказать. Ему сказали, извини, дорогой, это такой важный объект, ты должен переехать на другой. Как сейчас в ролике рассказал его сын, в моем ролике можете послушать более подробно. А в 90-е годы уже эта дача была так важна и считалась такой шикарной, что туда было не зазорно действительно поселить российскую императорскую семью. Этим активно, ну на каком-то там этапе своего президентства, президент Ельцин и Борис Немцов, кстати говоря, они активно пытались затащить сюда императорскую семью, и им предполагалось это Зубалово, потому что это объект такого уровня престижности, объект, иснащенный, ну начинать с этих спецсвязей и так далее, всякая прислуга и все остальное. Ну то есть как бы приезжает с пафосом сюда императорская семья, вот вам готова резиденция. Ну то есть суперисторическое здание. Это достояние всего народа. И каким-то непонятным образом охранник Путина получает ее в собственность, оформляет там землю. Как это вообще может быть? Ну вот к вопросу о том, что я вначале говорил, как они деградируют? Ну вот так и деградируют. Ну так а вы уверены, что они там из оружейной палаты не получают какие-то, я не знаю, там короны для того, чтобы в них повесить, сделать селфи или семейные фотографии, или какие-то, или не впрягают в пони, в императорские кареты и не катаются по этому Зубалову. Или, я не знаю, не просят, ну вы там из алмазного фонда принесите нам немного алмазов, мы хотим, не знаю, в покер играть и использовать их в виде фишек. Ну то есть это не странные сравнения, это не некорректные сравнения, это ровно о том же самом. Есть исторический объект, и просто какой-то парень берет его и приватизирует себе. И он находится в его личной собственности. Если мы с вами не отстраним этих людей от власти, а когда мы отстраним, конечно, мы отменим эти незаконные решения, и Золотов окажется на скамье подсудимых, и отдельным эпизодом его уголовного дела будет то, как он умудрился хапнуть советскую коллективную, коллективную госдачу. То есть там даже не один член паралитбюро жил, несколько человек, этих партийных бонз там жило. Он забрал это себе в собственность. Ну вот и оцените через призму этого, нашего замечательного генерала. У этих людей нет совести. Они безумны. Они возомнили о себе Бог весть что. И поэтому, конечно, ну вот, у меня сегодня писали несколько людей, что ну какой-то довольно у тебя там жесткий ответ. Ну а какой может быть еще? Не жесткий, что ли? Я должен мягкий ответ давать на все это? Ну куда дальше-то? Они Кремль приватизируют, оформят себя как дачу храм Василия Блаженного? Ну да, ха-ха-хи-хи, ну идем-то абсолютно ведь к этому. Я хочу, чтобы об этом говорили. Я хочу, чтобы про это передавали СМИ. Я хочу, чтобы сотрудники Росгвардии видели и знали, кто им руководит. Я хочу, чтобы Золотов пришел и на дебатах ответил мне на все эти вопросы, пояснил, что происходит. Ну может быть у него есть какие-то аргументы. Может быть он скажет, мы с Владимиром Путиным, как они там любят говорить, спасли страну от падения в пропасть в 90-е годы. Прямо вот вообще страна рассыпалась в прах, но мы ее спасли. И поэтому, оценивая масштаб исторических своих личностей, мы друг другу раздаем исторические государственные дачи. И действительно мы считаем, Золотов скажет, я считаю, что я Золотов круче, чем любой там Микоян, Дзержинский или Ворошилов. Моя роль в истории России важнее. Ну тоже аргумент. Ну послушаем. Я очень сильно надеюсь, что вы, генерал Золотов, который, конечно, посмотрит эту передачу, не съедете с сатисфакцией, поднимете трубку, наберете Константину Эрнсту и скажете, что вы готовы участвовать в этих дебатах в прямом эфире на Первом канале. Но если уж Эрнст так вас не окажет вам респекта, присылайте сюда вашего секунданта. Кто у вас занимается пиаром? Депутат Хинштейн или кто? И мы договоримся о том, что здесь дебаты проведем на основном канале Навальный. Я не обещаю какой-то шикарной студии, но мы попытаемся все организовать. В любом случае, с содержательной точки зрения это очень интересно. Я жду.